привет друзья с вами андрей гусь приветствую вас в моем маленьком мире мототехники краснодаре наступила осень и все чаще и чаще буду свое свободное время проводить бираже что-то делать со своими любимыми мотоциклами и темой сегодняшнего ролика у нас будет вот этот чудесный двигатель представляю вам героя нашего сегодняшнего ролика это мотор из юпитер 3 всем известный многими любимый мотор на самом деле спорный многие ругают хают кому-то больше нравится планета но мы не будем тут разводить холивар по этому поводу мы просто его отремонтируем но сейчас он плачевным состоянием два года валялся на меня на стеллажах и тут при очередной уборке он попался не под горячую руку я решил подарить ему вторую жизнь а затем подарить его кому-то из вас и надеюсь после нашего ремонта он прослужит долгие долгие годы и будет радовать своего нового владельца кого-то из вас возьмем небольшой бюджет тысяч пять например больше вкладывать него и смысла не вижу разберем поболтаем о нем а ее конструктиве о косяках в том числе и конструктивных косяках которые имеются прям завода о качестве запчастей рассмотрим какие запчасти нужно на него покупать отремонтируем заменим все что нужно заменить ну прежде всего это коленвалы тут умерли игры махают это будет самая дорогостоящая деталь цель проекта сделать из вот этого хлама вполне себе ездовой мотор выйти хотя бы на стоковые характеристики его вот не вложив много денег соберем обкатаем и кто-то из вас если конечно у вас будет желание станет его новым владельцем ну что начнем пожалуй помолясь друзья запасемся хорошим настроением терпением и неким инструментом для разборки этого замечательного двигателя а что из инструмент нам понадобится для начала такой примитивный набор головок еще из советских времен кстати символично советская разбирает советская и еще нужно будет обязательно нужна будет вот такая или подобная ударная отвертка инструмент недорогой рублей 300-400 но он просто будет необходим для разборки этого двигателя а еще лучше сказать для того чтобы разъединить два двигателя поскольку мотор и шипитер это два двигателя соединенные конструкторами вместе наверное это сделано насильно именно поэтому между цилиндрами случаются конфликты один не хочет работать по другой для начала мы снимем корзину и звездочку смотрите гайка здесь слева резьбой так что имеете ввиду так и вместе не потерять красотуля здесь стоит чтобы застопорить коленвал так по-зверски поступим ставим отвертку под поршень тем самым не дадим проворачиваться и начинаем откручивать этот болт является еще и съемником звезды поскольку здесь стоит пружинное кольцо который не дает ему выскакивать из звездочки и выкручиваясь он стягивает звезду с цапы коленвала как легко и просто с помощью этой ударки откручиваются даже самые упрямые болты разборки двигателя нет ничего не сложного они не обычного на некоторых моментах все-таки хотелось бы заострить ваше внимание кто может не знает вот например как снять ротор генератора смотрите мы вы когда вы крутим вот этот болтик кстати на 11 головка вот у нас почему-то в жигулях большинство гаек на 13 и здесь встречается на 11 например а здесь еще на самом роторе есть резьба на 10 и мы просто тупо туда закручиваем болт любой длинный с длинной резьбой может быть на 100 у нас ну какой попадется по закручиваем туда до конца и он у нас будет выполнять роль съемника вот он уперся ключ на 17 придерживая рукой ротор аккуратно закручиваем болт и все господа магия смотрите оа ротор у вас в руках не надо ничего стучать колотить не дай бог не нужен никакой трехлапый съемник все легко и просто закрутили болт и сняли ротор еще один нюанс или сюрприз от этого мотора две половинки карты растянуты семью болтами ну вот мы шесть видим где же нас прячется 7 все очень просто друзья он под этим кожухом то есть чтобы его открутить на сначала снять кожух цепи вот он засранец спрятался тут для тех кто впервые разбирает мотор и это может быть неожиданностью так что имейте ввиду кстати карты растянут вот такими вот болтами под шлиц что весьма непрактично и лучше их заменить болтами от шестигранник причем покупать нужно черные каленые болтики потому что сыромятные лучше не покупать там хостовар каких-нибудь блестящие из гвозделина болты ну никак не практично и они одноразовые так что лучше купить именно в автомагазине черные потом покажу мы купим обязательно и поменяем весь парнес но вот дорогие мои располовили мотор взгляните какая открылась картина чудесная что может быть прекрасней внутренности мотора смотрите как был щедр предыдущий хозяин на герметик он не жалел его просто усрал им все коробки юпитерские гипернадежны они такие дубовые кондовые с ними обычно ничего не случается они очень живучи и принципе любой эксплуатации максимум что подгорает вилки когда будете располовинивать мотор упаси вас господь пихать куда-нибудь отвертки нацарапаем 10 или оставим забойный на плоскостях привалочных и будет потом геморрой единственно куда можно немножко засунуться это вот сюда какой-нибудь клинышек и еще настоятельно советую вам когда вы от ослабите болт маховика забейте вот сюда отверточку аккуратненько забейте вот в эту щель она его немножко расширит и позволит вам разъединить половины успешно дальнейшей разборке друзья мои будьте максимально нежны вот с этими крышечками они хрупкие заразы просто уши вот эти отваливаются элементарно то есть никаких вот таких подсовываний никаких ударов не должно быть есть специальный съемник я вам сейчас его покажу деталь копеечная однако не торопитесь даже если вас чуть-чуть отломилась ушка менять ее на новую потому что соосности не будет вот это отверстие под подшипник не будет соосно от вот этому отверстию которая здесь вот этому они будут не соосно даже на какую-то там долю миллиметров мало то чтобы убиение вы еще в том замучаетесь соединять его через маховик он сука не будет лезть маховик это будет большой гемород также максимально старайтесь сохранить эти крышечки и будьте с ними очень аккуратны от каждым из этих болтиков должна стоять такая специфическая корончатая шайба да я не стоят смойдика я думаю тут нет есть но желательно помимо этих шайбочек или при их отсутствии капнуть при сборке на этот болтик немножко фиксатора резьбы и конечно же закернить и тогда уж вас стопроцентно она никуда не денется кстати друзья не стесняйтесь пометить крышечку левая и правая крышечка они не взаимозаменяемые поэтому напишите буковку допустим это у нас левая половина пишите буковку l желательно царапать не писать маркер может может стереться поэтому медьте механическим способом представляю вам такой съемник который можете изготовить сами он на вид страшноват но функции он свои выполняет штатном комплекте инструмента вижу есть вот такой ключ то есть это уже готовый съемник но я его берегу не использую зазря скорее всего его у вас нет и его жесткость бывает недостаточно для снятия муж они бывают очень упрямо эти крышечки именно поэтому я изготовил вот такой это просто кусок швеллера приваренная гайка и болт на 12 и два отверстия с межусевым расстоянием 67 миллиметров которые соответствуют расстоянии вот этих вот отверстий технологических которые отлично вкручиваются вот наши два болта м6 которыми был стянут картер то есть что мы делаем так раз два сюда и вкручиваем лучше вкрутить поглубже уперев центральный болт коленвал легкими движениями руки без всякого напряга помогая ключиком мы очень изящно и без каких бы то ни было последствий снимаем эту крышечку с коленвала не забыв предварительно удалить шпонку и не потеряв ее конечно же из подшипника заодно сдернули все вот 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 такая конструкция масляные каналы для смазки мы их потом доработаем но кому лень доработать хотя бы прочистите их именно по ним подается бензомасляная смесь к подшипнику но это я потом покажу более обстоятельно и подробно это очень важная деталь левая половинка у нас практически разобрана вы конечно помойте заранее мотор и чтобы было более комфортно работать это я такой свин но вы то и конечно же нет вы же конечно сделайте все аккуратней вот а я вот предпочитаю извозилкаться в масле по самые локти мне так больше нравится здесь нам осталось снять поршень я думаю это труда большого не составит тупо отверткой снимаем стопорные кольца смотрим что у нас палец палец у нас тут тоже как бы наладом дышит у меня есть специальный съемник но тут он просто ни к чему скажем так тут все очень жидко тем больше мы коленвалы меняем не паримся и выбиваем палец отверткой все теперь мы можем спокойненько вынуть коленвал отправить наконец-то эту половину на мойку и давайте посмотрим что с этим коленвалом у нас как вообще проверяет коленвал и вы знаете вот так может быть как то так а я проверяю проще вот так вы слышите этот звук колено уже стучит не так конечно но стук есть да будем менять кстати смотрите какое колено пальцы заварено здесь придется менять этому перепрессуем хрена там это еще с ранних и жаков переходим правой половине снимаем сначала маховик вот так вот забиваем отвертку чтобы немножко расширить и двумя отверточками с разных сторон покачивая его стараясь не опираться на привалочной плоскости покачивает верточка его аккуратненько снимаем хуй зараза тяжелую слушайте но это просто жесть я его взвешу потом посмотрим сколько он весит но у меня руки чешутся его облегчить просто и конечно его надо балансировать после облегчения все-таки чешутся у меня руки это сделать машину очень тяжел мотору тяжко с ух сегодня руки испачкаю чьи-то сиськи сегодня будут пахнуть моторным маслом я даже знаю чьи не забываем снимать шпонку мышь они теряются элементарно кстати они здесь двух типов сегментные и вот такие вот овальные на коленвалах вот такие изнутри а снаружи под моторную звезду и под ротор они сегментные фактически съемник в деле еще раз повторяю будьте очень нежны с этими крышечками потому что заменить их практически невозможно новые будут не соосны это сто процентов замучить во первых собирать коленвалы в маховик запихивать это раз а второе когда же если вы запихнете его туда как-то там сняв фаску побольше можно запихнуть но биение будет ебенячьим скажу если левая крышечка вышла легко это сука сопротивляется я воистину титанические усилия понадобились своих камня вороток чтобы снять эту крышку и конечно же вот такой ключик входящий штатный комплект инструмента но никак не справился бы с этой задачи а уж тем более ковыряя не отвертками упаси господь еще раз повторяю вы просто ее сломаете не поленитесь делать вот такой мощный съемник ну конечно вы сделаете красивее чем у меня только так можно победить эту крышку таким чином и снимем вот так вот так все господа вот я победил гусь победитель сколько тут все говнище изначально тут стояли ну вот они еще остатки резинок видите конечно она уже полумертвая повторно мы использовать не будем постараюсь купить но если нет значит на герметик возможно вот этот ключ который шел в комплекте инструмента и был рассчитан на снятие крышек которые стоят только на вот этих резинках без использования герметика потому что еще раз то и он он сто процентов не выдержит такого таких усилий при снятии этих крышек все стопорные кольца кстати может быть забуду потом сказать но вряд ли конечно сейчас скажу вот эти усики на стопорных кольцах обязательно откусывать это просто маст хэв иначе не изгиб любят изгибаться вылазить сюда в цилиндр и царапать стенки цилиндра так что откусываем дружно берем кусачки и откусываем их ну одно из четырех надо обязательно проебать куда-то уронить ну вот она слава богу недалеко и еще обязательно потом когда будете собирать все вот так вот тряпочкой тут затыкайте аккуратно все ничего внутрь не падала выбиваем также палец я уверен стопроцентно что он прослабленный напоминаю почему это дело коленвалы мои на выброс поэтому я особо не парюсь вот так конечно делать нельзя лучше использовать съемник все второй поршень снят палец куда-то проще коленвал уже сколько тут говна на отработке что ли он ездил наверное давай смотрим коленвал опять звенит свинит жаль жаль коленвал и видите заваренный жалко все слышат да вечерний зон ладно на выброс нагрузила для сетей ну все пожалуй разборка закончена получилось две половинки кажется был двигатель стали только запчасти все на сегодня хватит весы необходимый гаджет при ремонте мотоцикла взвешиваем все что движется все что более-менее шевелится мы с вами разобрали двигатель и давайте посмотрим какие детали были использованы возьмем поршни об их качестве ничего не буду говорить просто поршни поршни сейчас нас интересует только вес 230 грамм запомнили поршень номер два 220 грамм 10 грамм разбег в весе поршней это безумие это катастрофа просто наверняка если были весы у того кто собирал этот мотор он бы не допустил такой ужасные ошибки пальцы переходим к пальцам ну я даже вижу не по диаметру разный ты собираем мотор из того что было настолько нельзя по хуистически относиться ладно свешиваем надеемся на чудо 30 35 5 грамм на пальцах не допускайте таких аж это даже не ошибка это я даже не знаю это преступление против мотора так маховик весит он я вам скажу немало и мы сейчас проверим сколько 3 кило 35 грамм думаю у меня он схуднет грамм на 600 700 облегчение маховика вещь спорная момент плевать я уверен что результат будет достойный хотите поспорить пишите в комментариях стоит не стоит облегчать маховик так еще хотел сказать про сами коленвалы коленвалы в юпидеровском двигателе имеют неудачную конструкцию они очень жидкие для такой мощности ресурсов весьма мало особенно те которые изготавливают сейчас в китае но они вообще никуда не годятся они по балансу никак и по качеству по долговечности хромает до насчет весов еще что хотел сказать лайфхак такой подскажу ну допустим нет у вас весов а нужно обязательно вот пришли поршни из магазина распаковали какие они там неизвестно как них с весом дела обстоят бегите в любой сетевой магазин ну или любой магазин если вы там в селе тете дуне там на весе бах ова и мерить один поршеньок второй поршень в любом магазине можно попросить либо втихаря это сделать то есть обязательно взвешивайте все детали вашего цикла которые находятся в динамике ну и все на сегодня